Вместо детской площадки торговый центр. Вход в столичную детскую поликлинику номер 3 перекрыла стройка. Элита российской армии. Президентский полк вновь пополнился новобранцами из Чуаши. Любителям мельпомены. Камерный театр готовит премьеру мюзикла о Чебоксарах. Глава Чуаши Михаил Игнатьев находится с рабочим визитом в Москве. Сегодня он провел встречу с руководителями исполкома Федерации спортивной борьбы России. На заседании обсудили ход подготовки к Кубку мира и открытому Кубку России по вольной борьбе среди женщин. Напомним, главный старт года состоится 1 и 2 декабря в Ледовом дворце Чебоксары-Арена. В последующие два дня розыгрыш Кубка России. Руководители исполкома отметили высокий уровень организации и проведения соревнований в республике. Чуаши рассматривается как один из десяти регионов, в котором планируют создать федеральный центр развития женской борьбы. Госдума приняла постановление по итогам правительственного часа министра образования и науки Российской Федерации Ольги Васильевой. Речь шла в первую очередь о программе развития образования до 2020 года. По мнению парламентария, в документе не прослеживается стратегия развития системы образования и отдельных ее уровней в средней и долгосрочных перспективах. Не нашли отражения вопроса медика-психолога-педагогического сопровождения образовательного процесса. Ищу ряд тем, которые необходимо предусмотреть. Поэтому, когда мы рассматривали в комитете проект бюджета, мы подчеркнули, что необходимо все же увеличить кратно ряд статей, в том числе на строительство школ. Ну, конечно, мы считаем, что необходимо было бы комитету по культуре рассмотреть вопрос о возможности получения нашими гражданами второго высшего образования по отдельным специальностям за счет средств бюджета по различных уровням. Ну, может быть, даже не в столь узком. Мы сейчас в комитете по бюджету, в комитете по образованию обсуждаем такую же возможность для всех обучающихся. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время, надеемся, что правительство нас проинформирует о реализации всех наших предложений и максимум это должно случиться, наверное, в период весенней сессии. Чувашия сохраняет свои позиции в группе регионов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных. Научно-исследовательский финансовый институт опубликовал рейтинг субъектов страны по разделу «Бюджет для граждан». По данному показателю, Чувашская республика получила максимальную оценку 6 баллов и вошла в число субъектов, предоставляющих значительный объем информации о бюджете в доступной для граждан форме. Таким образом, республика сохраняет свои позиции в рейтинге. Седьмое и десятое место среди субъектов страны и третье место по Приволжскому федеральному округу и находится в группе регионов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных. Строительство торгового центра перед детской больницей по улице энтузиастов, что в юго-западном районе столицы вызвало большой общественный резонанс. В администрацию столицы поступает много жалоб по этому поводу. Ситуация сегодняшнего дня в нашем материале. Идущая стройка заняла всю прилегающую территорию. Добираться до поликлиники стало неудобно. Прежняя дорога от остановки к входу в больницу осталась за забором. Мамы с детьми идут в обход, а затем и вовсе по проезжей части. Очень не устраивает то, что здесь сейчас стройка идет. Очень неудобно ходить. Детей страшно. Торговый центр, мне кажется, здесь ни к чему, потому что здесь рядом в трех минутах есть уже торговый центр. Неизвестно, что там будут продавать. Возможно, даже алкоголь. Так что в Пиридельской больнице, думаю, не место таким центрам. История с этим земельным участком началась еще в 2009 году, говорят в администрации города Чебоксары. Он находится в аренде у предпринимателя. Есть все соответствующие документы. Но нынешние власти, понимая абсурдной ситуации, пытались прекратить договор аренды, решив, что зеленая зона для отдыха здесь будет более кстати. Земля долгое время пустовала, но бизнесмен отстоял свои права в суде и начал строительство. Общественность забила тревогу. Остался всего лишь один эвакуационный выход. И в случае с какой-то несчастьем, я сомневаюсь, что они на себя возьмут ответственность за пострадавших. Сюда не подъедет ни одна, ни скорая машина, ни пожарная, ни газовики при одном выезде. После окончания строительства добавятся парковочные места, где будут стоять машины. И, естественно, будут случаться эксцессы с участием детей. Администрация столицы еще раз провела переговоры с предпринимателем. Было предложено еще раз пересмотреть проектную документацию для того, чтобы проход от остановки общественного транспорта до крыльца детской поликлиники и больницы был организован через это здание. То есть там сделать арку. Но владелец будущего торгового центра отказался это сделать. Сейчас в администрацию города поступает очень много обращений от горожан и общественных организаций города против строительства данного торгового центра. Поэтому, но, хочу сказать, что решение о запрещении данного строительства может принять суд. То есть необходимо для этого обращение в судебные инстанции. Администрация города сейчас неуполномочена прекратить действия разрешения на строительство. Все же непонятно, почему мэрия, подписавшая когда-то аренный договор, не может опротестовать решение суда, если оно противоречит здравому смыслу и предложить взамен предпринимателю другое место. Ведь был же прецедент по участку около гимназии номер 4 по улице Энгельса. После долгих разбирательств там все же прекратили строительство здания. Татьяна Трофимова, Арена Гавилян, Александр Петров, Республика. Президентский полк вновь пополнился новобранцами из Чуваши. На службу в кремлевские войска сегодня отправились 10 юношей. Они прошли серьезный отбор и теперь их называют не иначе, как элитой российской армии. С теми, кто будет служить в самом сердце Москвы, познакомился Рифат Фадкулин. Этих ребят выбрали из тысячи призывников. Президентский полк – уникальная воинская часть, которая охраняет Кремль и главу государства. Стать сего новобранцем – большая честь и редкая удача. Слишком строг отбор. Помимо отличного здоровья, идеальной внешности и роста не ниже 175 сантиметров, большую роль играет и безупречная биография. Уже совсем скоро эти молодые люди наденут погоны цвета василька с двумя золотистыми буквами «П» и будут носить почетное имя кремлевского солдата. Я, само собой, очень стремился сюда. Мы на протяжении, можно сказать, как минимум полгода проходили все испытания. У нас было много комиссий, нас много приверяли. Это самые элитные войска России, и надо уже себя показать родственникам, и самого себя доказать, что ты самый лучший, что ты можешь показать все, что у тебя будет на пути. И не надо даваться. Провожать в Москву чувашских призывников приехал председатель кабинета министров Иван Моторин. Служите хорошо, на благо нашей Родины. Надеюсь, что, я еще раз говорю, этот год пролетит для вас незабываемо. Ну а служба будет для вас хорошим испытанием, лучших ваших качеств. В полку ежегодная замена. Совсем недавно домой вернулись 10 кремлевских солдат, которые год назад призывались в элитный полк. Им вручили часы символикой республики в благодарность за достойную службу. Служу в Российской Федерации. Чувашия на протяжении 15 лет отправляет новобранцев в элитные войска. И такая честь выпадает далеко не каждому региону. Туда не просто лучших, а лучших и самых лучших ребят отбирают. Это даже я, будучи военным комиссаром, я не могу, допустим, повлиять, или кого-то сказать, вот ты пойдешь туда служить. Нет. Этим занимаются специально обученные в ранге майоров-подполковников. Приезжают и выбираются из республики самых достойных. Последние минуты в кругу родных и близких. Через год еще почти дети вернутся домой повзрослевшими и возмужавшими. Ребята знают, что такая путевка в жизнь стоит многого. Служба в президентском полку навсегда останется славной страницей их биографии. Рифат Фаткулин, Марина Барина, Павел Шевченко, Республика. Любить, творить, играть. Так называется Всероссийская выставка портретов известных артистов в сценических образах из коллекции Московской галереи «Золотой плюс». Она откроется в Чебоксарском центре современного искусства на следующей неделе. О подготовке к выставке в нашем материале. Холст, краски и кисти. Художник Сергей Алдушкин рисует актрису русского драматического театра Ларису Былинкину. Ее образ госпожа Кручинина и знаменитый пьеса Островского «Без вины виноватая». Что-то классическое. Мне она нравится очень. Спектакль уже более 10 лет. Актриса задумчиво смотрит вдаль. Кружевное платье, теплая шаль. На будущей картине уже проглядываются детали. Портреты известных мастеров сцены собирались годами. Их набралось около 60. Теперь в экспозиции будет и портрет актрисы из Чувашии. Выставка уже побывала во многих российских городах. Где выставка проходит, как обычно, теперь мы решили одну из актрис местного театра обязательно включить в выставку. Нравится вообще вот этот мир. Это же самые красивые люди, самые передовые. Ну, я не знаю, которые вдохновляют вообще художника. Вот поэтому эта работа не прекратится, я думаю. Этот проект существует более 10 лет и представляет собой своеобразную антологию современного театра. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика. На национальном телевидении Чувашии стартовал новый проект. Реалити-шоу «Жемчужина». В программе рассказ о том, как на сцене Чебоксарского камерного театра рождается мюзикл о столице Чувашии. Да. Я чувствую себя звездой. Я, возможно, так даже считаю иногда. Завышена сама оценка. Они считают себя звездами и грезят сценой. А это значит, что ради роли в новом чебоксарском мюзикле готовы выполнять любые задания режиссеров. Покажи, пожалуйста, танцующего крокодила. Танцующий крокодил. Старшеклассница Тони Антонова теперь почти каждый день ездит в Чебоксарский камерный театр из Канаша. У нее и у других победителей кастинга наступил новый этап – обучение. И мне в итоге дали роль уборщицы. И меня сразу же похвалили. Это было безумно приятно. Я даже удивилась. Реалити-шоу «Жемчужина» – это мастер-классы по хореографии, вокалу и даже фехтовании. А еще это борьба за роли и изнурительные репетиции. Ведь нужно успеть поставить грандиозное шоу к Новому году. Следите за тем, как рождается мюзикл «Жемчужина» по воскресеньям, только на национальном телевидении Чувашии. Мария Шоклева, Александр Петров, Арена Гавилян, Республика. К 1 декабря в Чебоксарах установят 20-метровую главную новогоднюю елку. По традиции ее разместят на площади Республики. Оформление останется прежде. Елку украсят 60 светящимися звездами разного диаметра, которые символизируют солнце, гармонию и согласие, сообщается на сайте столичной администрации. Высоту еле будут подчеркивать 16 винтов гирлянд. Любители снега и зимних пейзажей ждут не дождутся похолодания. Но погода пока радует только плюсовой температурой. Снег с дождем будут идти в Чувашии до пятницы. Выходные осадки прекратятся. По прогнозам синоптиков, столбик термометров поднимутся до 4 градусов тепла. Возможен гололед. Завтра ночью ожидается от 0 до минус 5 градусов. Неустойчивая погода с температурой воздуха выше климатической нормы. И периодическими дождями может продлиться до конца ноября. Сразу после информационного выпуска «Республика» смотрите программу «По существу». Гость студии и художественный руководитель театра оперы и балета Сергей Кис. Речь в программе пойдет об оперном фестивале имени Максима Михайлова, который откроется в Чебоксарах 17 ноября. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин